всем привет с вами с вами Варя, мы продолжаем проходить бесконечное лето мод под названием и свет звезды не скроется вдали остались мы открывали на дне пятом после так сказать неудачно чем-то надышавшийся и отрубившись на койке и мы пропустили такое маме как танцы начала амику была одна там хорошо нам подсказали что она сейчас находится на пляже и сейчас начнется такой можно сказать души раздирающий момент как бы так сказать я не читал просто наверно так думаю под руки до пляжа я думал как буду извиняться сложно все это она так радовалась просто светилась меня в нужный момент в нужном месте не оказалось наверно для нее это как предательство сложно на песке возле самой воды подобрав ноги сидела девушка свет луны отражался от ее волос и казалось что с хрупких плеч вместо хвостиков попадают волны словно одинокий самоцвет выброшенный на берег она сидела смотрел в сторону горизонта иногда тихонько схлипывая здесь не занято нет ответа я присел рядом долгое время висело молчание уши прости там минпуп тем просто и не тебе не зачем заняться то все я на придумал себе всякое настроилась замков и вот результат на секунду потому что стала принцессой куда-то обыкновенно дурнушка который все считают болтливой идиоткой я же всегда презирают самого детства спирала японии за отца потом здесь потому что других не похоже когда я только пошел в школу то мама так радовалась что теперь мне появятся друзья я старалась честно очень старалась но дети только смеялись мальчики взвали лягушонка а девочки сплетничали за спиной однажды обрезали волосы а я соврала маме что сама случайно хотел ее расстраивать по щекамику скрывались скатывать слезы и так все время порвала порвали юбку это я зацепилась мечом на физкульту и поставили снег не заметила и удариваться боковой лестнице девушка меня дедушка на всему учил всегда заботился с тех пор как мы переехали потому что отца что не было интересно верно знает какой то когда отец тебе не презирает признаю дочери я знаю я прижал ее к себе она заплакала ткнувшись мне плечо и со всеми тем на душе ты продолжал улыбаться как же грустно что в этом жестоком мире появляются люди вроде нее ничем не заслуживаешься их таких страданий то что не получается хорошо это музыка вместо того чтобы играть с остальными на улице сидел дома училась дедушка с мама так гордились а я просто боялась уходить с дома боялась новых нападок и лагерь все точно так же я одна сижу клубе играя на инструментах за два года первый кто 10 лет приходил туда ко мне они за струнами для гитары пожалуйста скажешь тип булочки с кефиром наши уроки в клубе то что это осталось вчера все настоящее скажи что это не какая-то жестокая шутка дрожащим голосу прошептала на все головы сжимая в кулачке мой рукав не шутка совсем не шутка ты правда правда мне очень понравилось наши уроки и ты тоже мега прижалась ко мне крепко обняла я обнял ее в ответ поверь я могу понять я понимаю мы долго сидели на пляже переглядывались иногда краснели я рассказал мигу как сбежал с дома она о том как два года назад впервые нашла подругу и как быстро эта дружба закончилась мы сидели просто в алтаре а красные пионеры небольшими кучками медленно разбредались под своим домиком закончились же поздней ночью когда последний фонарь в лагере потух а из ука остались лишь редкие трели сверчков можно ли можно и проводить вас с удар ним боюсь не боюсь не не всех отказаться хотя все нормально стал ночь лагерь мы дуем идем по узкой улочки освещенным лунным светом пробиваешься сквозь стволы уснувших сосен блин только не эта музыка я помню и близкого до объятия то значит ты живешь дядей и с родителями общаешься ну не прям вместе дядь боря человек занятой поэтому кое-как выбил отдельное жилье ничего себе даже кто он такой что смог квартир получить как сказать врачом только по особого профиля не каждому подходит и поэтому детский хочешь из-за дяди нет просто не сюда было интересно что же такое у людей внутри происходит что они становятся теми кто как станки становится но родители они же волнуются наверное с домашними посложнее отец постоянно говорит о преемственности поколения что мне нужно как он дома дома строить что учу что учеба в вузе для мажоров маму подкрыть подагивает молитвы читает на мое мнение и не плевать хотели созваниваться мы тебе только по праздникам прав сначала совсем не разговаривали вот так и живу даже смешно как-то а ты почему взялась в эту авантюру с соревнованиями мы селена на одну из лавочек ради дедушки она выдохнула понимаешь когда я училась в начальных классах меня записали музыкальную школу дедушка в нем не учителем бы работал там был один мальчик и как и я все время был один сперва он казался милым опрятным бежевый ну а потом его видео как он смотрит на меня и на всех вокруг совсем не как на людей это сделать очень по себе не знаю может боязно как-то или это вообще не из-за него прошло но только неприятно очень и мальчиком был павлик которая в коп приходил угу он у стражей палатере все фыркал и нос затирал это король какой-то а я ведь просто подружиться хотела ходила за ним улыбалась потом стало понятно что никогда мы не подружимся а он еще как это говорится про прохорился постоянно что лучше всех умеет играть и сильно бесился когда кто-то его обходил особенно ему не нравится что какая-то простушка вроде меня может лучше играть лучше чем он справа ему просто соревновались но даже даже нравилось поначалу я же говорил что соперница сближает я считал что так мы с павликом подружимся а вот у нас привели в один кого с общей школы он быстро нашел себе дружков вместе с ними стал надо раздеваться то смачок от скрипки спрячут стал польют чем-нибудь а я все терпела терпела не хотела никого дома расстраивать однажды девушка застукал их и отлупила нот на тетрадью еще обещали что есть такой повторится дирижерскую палочку им засунут ну ты понял куда нажал сам отцу директор музыкальной школы и дедушку были ужасная ситуация ты понимаешь как для меня важно важно победить таким ну ну знаешь что их всех моих знакомых ты никого игра слушаю лучше кто бы то ни было я верю что ты поставишь это она битва дурака павлика на место как иначе это случится я обязательно процежу обещаю покрасневшая она немного перед и двинулась честно поверь все так и будет и никак и двинулась чуть чуть ближе глядь на меня из-под съехал что-то глаз челки века и гриву нос плаща убрала длинные локоны за ухо открываем не сияющий изумрудным какими сделал умный цвет ты знаешь что нечестно вот так вот смотреть а то ведь я могу решить что ты хочешь мне поцеловать веку от его взгляд может не хочу хочешь я как бы состава за скамейки наклонилась мою сторону то знает уж точно не такой дурак как я она земля за рукой мы пошли дальше отлично конечно дух все разделяющее начало но потом отличное продолжение но вот он нашли на сленый домик стоит сам конце лаги отсюда не очень удобно берется дому ванников или слова но зато и зависнуть и не очень хорошо спится я скептически посмотрю на свою спутницу согласно не мужчине с лагерь но мне правда нравится и спасибо тебе за вечер пускай не самый удачный прости еще раз что так с дискотекой вышла не правда очень стыдно все порядке даже не специально шалка только что потанцевать не смогли и самом деле обидно немного ничего не схож может потом свою дискотеку устроить смысле только для нас я невольно отвернулся музыкальный клубе например если хочешь конечно не удивлюсь если пост сегодняшний ты откажешься и не я согласна правда только радуют значит договорились ну да завтра да и постой хоть прошло не так как мы хотели но думаю что можно о чем опусти взгляд некую меня подошел ко мне и начала очень тихо что говорить закрой глаза пожалуйста мягкие руки оплати решили и это пробрало меня до мурашек страх сковал движение боюсь того чтобы дальше лицо коснулся теплые прерывистые дыхание голову прошел комок не хватит к чертям это эгоизм невыразимые нежные горячие и и губы до трои с двоих тела расслабился не слушал смен нет раз не из-за страха нечисто к ее мягкий губ разум словно отключился мы стояли молчали смотрели друг другом глаза и сердце бежит колотилось груди не трудно подбирать слова да мне тоже тогда до завтра наверное не оборачиваясь мику зашла в домик чуть не споткнувшись на лесенке и закрыв дверь выглянула чтобы еще раз попрощаться дорогу до своего домика я не запомню как не запомнишь чего от меня добивался сосед может говорил спрашивал вот и получал только ага остань уже сознание все еще плыло мысли перебивали одну другую и это казалось чем-то необычайно приятным новым и вдохновляющим а ведь если думать что это раньше такого действительно не случалось хотя может во всем виноватом помолодевшие тела правда верить такой расклад совсем не хочется должно же существовать что-то волшебное в конце концов большое темное пространство не стен ни потолка не видно из освещения один лишь луч прожектора бьющи откуда сверху вовсю стоят разноцветные манекены в разных позах оранжевые фиолетовые желтые фигуры то машут рукой то скрещивают их на груди них разные цвета и позиции больше ничем не приятно не отличается рядом пионер и с беспокойным видом он совсем ничего не говорит только активно жестикулирует и что пытается кричать сторону одного из манекенов слов его я не слышу ну пугало по губам что одну лишь фразу и надо носит прожекторы выходит новая фигура в ней узнал лада как он держит опор помахиваю инструментом парень с хищностью хищническим взглядом и недобрый лак и под прохлад находится мимо кукол и не расстает на пути пытается сменить его но влад лишь усмехается и начинает рубить манекеном руки ноги головы пластикой части разлетаются разные стороны а потрескавшихся обезображенные фигуры падают лишь изрубив последний манекен мучить и равнодушно отбрасывать топор в сторону и повернувшись спиной идет прочь мизана перед ним перед ним открывается дверь из которой ярким лучом бьет белый свет я же море пытаюсь прикрыться рукой но безуспешно влад оборачивается еще раз оглядывать место пополище и ухмыльнувшись уходит ту самую дверь который закрывается прямо за ним вокруг меня джек груда изрубленных тел медленно открывающийся какой-то жидкостью похожий на кровь некоторых местах и скотч торчат кривые пластиковые руки и лысые головы с безжизненными лицами и не садится на корточки и достав с кармана изоленту начинает аккуратно склеивать отрубленной части по кусочкам одну за другой я молчу смотрю на все происходящее не сих пошевелиться и сказать хотя бы слова под ногами открывается люк из которой бьет белый свет наподобие того что светилась за открытой двери продолжение следует ха 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 ну так и говорите что вот такой момент да получается во втором части получается пионер нам помогает помогает чтобы у нас была хорошая жизнь в лагере это что противник наш это влато на пионер наш защитник тип появились еще до больше мысли которые мне в голодь толпицы блин как говорят и мы понятно что делаю что флаг какой-то странный посол причем смотрю на нас как-то странно если понятно почему власть лица вот хочет уничтожить а шумную мирную обстановку лагеря а пионер питается это остановить никак не получается и поэтому каждый раз приходится заново стану собирать кукол пионер каждый раз и за днем очень за ночью как говорится после этого мне уже хочется брать как-то проорать честно но как такова ситуация в этой по каждой модификации будем ждать по на этом я пожалуй остановлюсь будем ждать продолжение второй части когда выйдет 10 автора которую я знаю очень хорошо которым мы обсуждаем почти каждый когда я помню сидел беседки ладно все спасибо за просмотр подписывайтесь канал с вами своя валют был бесконечный а это мод я как говорится в конце не буду говорить не надоело повторять по и тоже он а эта он